Здравствуйте! Гадание про расставание у меня сегодня тема очень популярная. Много звёздных разводов. Сейчас расстаются разные популярные медийные лица, расстаются с грохотом и треском, вводя в курс массовую аудиторию. Я получаю от вас письма, в которых вы задаете вопросы про расставание самые разные. Почему мы расстались? Насовсем ли? Можно ли что-то сделать? Кто-то боится расставания, кто-то наоборот его жаждет, но не хочет этого признать. В общем, тема достаточно массовая. Итак, расставание. Я хочу выделить несколько всё-таки моментов, когда не надо задавать, когда некорректно задавать вопрос, почему мы расстались. Во-первых, ой, вот сейчас прям сложную, напряжённую, почти непостижимую вещь вам скажу. Знаете, есть такое философское выражение восточное, восточных людей. Что-то вроде пословицы. Расстаться – это лучшее, что люди могут сделать друг с другом. Представляете? Вот попробуйте сейчас силой воображения мысли охватить правильность и глубину всей этой истории. Но это какие-то, знаете, такие изыски восточного мировоззрения. Мы хотим того или нет, исповедуем взгляд на любовь чисто западный. И поэтому говорим «работать над отношениями». Если работать над отношениями, они станут лучшим. А вот с точки зрения восточных людей, ну, не всех, наверное. Да, с точки зрения восточных людей, не всех, наверное. С точки зрения, ну, восточных мудрецов, что ли. Любовь – это потребляемая вещь, которую вам на двоих, откуда-то сверху, вселенная или сила эволюции дали. Вот они дают вам что-то вроде пиццы, одной пиццы на двоих. И вы начинаете эту пиццу с двух сторон потреблять, есть. Когда вы ее доедите, то неизбежно любовь закончится. Ну, вот она исчерпает себя. И между вами наступит конец. Конец отношений, конец любовной истории. Он будет гармоничный, неизбежный, правильный. Ну, всегда жалко, когда пицца заканчивается. И вам будет жалко, когда закончится любовь. Но не может быть такого, чтобы вы ее вот так вот с двух сторон ели, а при этом она бы увеличивалась и прирастала. Правда? Технически невозможно, физически невозможно. Вот так видят любовь на Востоке. И совсем по-другому видим ее мы. То есть для нас любовь заканчивается неважно, какой она была продолжительность и что там было по содержанию внутри. Это чаще всего трагедия. И чаще всего это сюжет для драматического сериала, сюжет для какой-нибудь слезливой истории, чтобы подружкам рассказать. Ну вот так вот, про это мы гадаем. То есть первый вариант, когда вообще некорректно спрашивать, почему вы расстались, когда между вами просто все закончилось правильно, гармонично. То есть вы прошли путь, вы это прекрасно знаете, понимаете. Можете прям вот по вехам, по абзацам назвать знакомство там и так далее. Вот мы дошли до этого рубежа. Неважно, этот рубеж там брак или что-то другое. Люди не все для брака встречать. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот, это первый вопрос. Первый вариант, вернее. Второй случай, когда не надо задавать вопрос, почему мы расстались, это если вы еще по факту не встретились. Если между вами ничего интересного в этой не было, например, может быть, вы два раза всего лишь встретились, несколько сообщений послали друг другу, потом это все благополучно закончилось. Это после знакомства в интернете такое может быть, или после знакомства, да где угодно. На заправке, в баре. Вот, потом все закончилось, и вы задаете вопрос. Почему? Отвечайте. Карты, звезды. Почему мы расстались? А вы еще не встретились. С чего вам расставаться? Не было еще ничего, понимаете? То есть это как деление на ноль. На ноль делить нельзя. Все, вот это вот аксиома. Также нельзя спрашивать, почему вы расстались. Если, да, если еще ничего не началось. Третий случай, когда тоже некорректно, не надо спрашивать, почему мы расстались, это если перед нами любовные истории, если перед нами отношения, изначально обреченные на расставание. Тоже пример. Вот, знакомитесь вы в интернете с каким-нибудь женатым мужчиной, сильно старше вас, благополучным. И, да, и чего-то от него ждете. Вы начинаете переписываться, скорее всего, успеваете где-то как-то встретиться. Это неизбежно тоже заканчивается очень быстро. И вы задаете вопрос, почему мы расстались. Вот мы, прямо это налицо. Вот этот самый сюжет. Конец заранее обреченного плана или конец заранее обреченного союза. Поверьте, в интернете женатый мужчина 70-го года рождения ну уж точно ищет неверность и неромантику, и уж точно не новую жену. Я ручаюсь вам. Не о чем спрашивать снова. История на неправильном месте выросла. Ну, это первое, что я вам хотела сказать. То есть спрашивать можно, почему вы расстались тогда, когда вы могли не расстаться. То есть теоретически можно допустить, что вы бы не расстались, что вы бы были дальше вместе, имели бы счастливую семью, детей, какой-то общий дом. Может быть, вы даже это обсуждали. То есть если вы, очевидно, как-то к этому шли. Ну, то есть были предпосылки, было какое-то начало, а потом история кончилась. Но это еще не все плохие новости у меня для вас сегодня. Опять же, зачем? Вот подумайте, проанализируйте, покопайте себе. Зачем вы хотите это знать? Даже если в этом есть смысл, если вы имеете вот такой откровенный, как сейчас говорят, незакрытый гешталь, с которым надо разобраться, расставание. А зачем вам это? Когда вы думаете о прошлом, тем более не просто думаете, а вы прямо вот энергию ментальную тратите, вы что-то чувствуете в этот момент, вы отнимаете ресурсы у настоящего и даже у своего будущего. Может, не надо тратить время и силы душевные на то, чтобы с этим разобраться, с прошлой историей. Ну, ушло и ушло. Потому что иногда покажется, что, ну, это опыт. Вот если я сейчас догадаюсь, почему я рассталась с этим парнем, то потом я буду умнее и следующим не наделу таких же ошибок. Вот это уж вообще, знаете, эфир и абсолютно утопия. Новые отношения будут, и это будет новая история, это будет совершенно новый человек, вы там будете другая. Поэтому прошлый опыт вообще никому не пригождается. Это исключено. И если вы всё-таки после моего такого, я надеюсь, убедительного вступления, вот у вас остался этот вопрос, вы хотите разобраться, почему вы расстались с кем-то, то смотрите моё гадание. Я его... Я разделила для этого гадания аудиторию строго на 12 частей по традиции, по знаком Зодиака. Мне кажется, что вот в данном случае, знаете, как, скажем, у всех стрельцов проблемы стрельцовские в отношениях. У всех скорпионов, допустим, да и у козерогов, что я осеклась, тоже у всех скорпионов, скорпионей трудности в отношениях. Поэтому вот сгруппировать вас по знаком Зодиака, я думаю, здесь очень уместно. Смотрите, радуйтесь. Итак, весы, почему вы расстались? Оракул, совсем небольшой расклад, такое маленькое гадание у нас будет, которым мы попробуем узнать, в чём причина вашего расставания с любимым человеком, состоялось ли оно на самом деле, по факту, с какими чувствами отпустил или отпускает вас любимый человек. Ну, понятно, причины, это ключевое слово, причины расставания, что вам делать и что, может быть, чуть-чуть вот так вот заклянем, что впереди. Хотя такой цели у меня нет, потому что, знаете, я как бы считаю, что уходя, уходи, но есть ли надежда или лазейка на то, что у вас что-то ещё восстановится. Вот такой вот расклад карты. Карты как карты, обычные карты Таро, ничего особенного. Просто они крупные. Я выбираю такие карты для записи видео, конечно, потому что они крупные, картинки понятные, заметные. И карты новые, блестящие, не затрёпанные, потому что у меня есть очень старые карты, которые вот стыдно. Ну, я на них гадаю в приватном порядке. А на публику вынести их, на видео записать стыдно. Хотя карты хорошие, но просто непрезентабельно выглядят. Знаете, есть и такие люди, тоже хорошие, но с которыми в люди не выйдешь. Плохо это, конечно. Расставание. Ваше какое-то трудное, но в общем солнечное. Кто-то разочаровался в идее семьи. Это сейчас немножко дайджест. Я такой даю, это знаете, как спойлер. Это ещё не гадание, это спойлер. Кто-то разочаровался в идее семьи, или кто-то не мог жениться, или кто-то не мог создать семью. Кто-то, может быть, принципиально не хотел семьи. А может, не принципиально, но по каким-то другим причинам. Застойная история. Если я не скажу, что весы расстались прямо сейчас, вот всё развалилось сейчас, если я этого не скажу, то я скажу, что вы расстанетесь чуть позже. Можно сказать, что вы сейчас досматриваете какой-то последний сезон этого сериала. Финальные титры впереди, они будут. Потому что вот то самое будущее, в которое я обещала чуть-чуть заглянуть, здесь вот как раз восьмёрка кубков. Ну, почти что главная карта расставаний в младших арканах, в колоде Таро. Тем более с четвёркой, застойной четвёркой. Абсолютная статика чувств, эмоций, равнодушие, нежелание что-либо менять, нежелание куда-либо двигаться. Знаете, карты описывают для вас в ближайшее время действительно расставание. такое, с большими сожалениями с обеих сторон, но и без желания или без энергии, без страсти что-то спасать или что-то восстанавливать. Знаете, такая река. Это кубки, это водные масти. Они вместе описывают реку, которая медленно утекает. Представьте себе, медитируйте. Река плавно-плавно катит свои воды, и вы видите, как за горизонт она утекает, и вы при этом уже ничего не чувствуете. Вы понимаете, что история вашей любви, скорее всего, с самого начала была обречена. И я вам даже скажу, почему она была обречена. Потому что партнер. Моё угадание в основном для женщин, поэтому я партнера представляю мужчину. Итак, что мы видим здесь? Вот он остался. А с чем он остался? Или остаётся в настоящий момент в связи с вашим разводом, расставанием? Ну, а он остаётся с треугольничком. Либо треугольник был до этого, и тогда вы связали свои планы, будущее, доверили себя в руки изначально несвободного человека и согласились на любовный треугольник. Тогда вы просто сейчас за что боролись, на то и налетели. Ну, то есть это естественное развитие истории или естественное неразвитие истории. Вот здесь мы видим мужчину. Кстати, вот его как раз карты описывают хорошо. Они говорят, что тот, о ком вы сейчас спрашиваете, тот, с кем вы расстались или расстаётесь, в целом личность зрелая, духовная. Он совестливый человек, он серьёзный человек, он, возможно, учитель. Ну, по духу, если не по профессии, ну, по духу, хотя, может быть, и по профессии преподает в вузе где-нибудь. Он остаётся в треугольнике. И даже если, вот смотрите, это тройка кубков. Каждый кубок здесь, это человек. И вот сейчас один кубок забрали, ну, допустим, из этой истории или забирают, это вас. Остаётся пара, вы думаете, да? Вот он остаётся с вашей соперницей. Ни разу не так. Он всё равно остаётся в треугольнике. Потому что ваше место займёт кто-то ещё. Вот так. То есть здесь имел место любовный треугольник, причём структура это такая подвижная, открытая. Знаете, как есть ЗАО, есть ОАО. Или сейчас уже нет, сейчас это переименовали. Но было так. Знаете, как открытое общество, где акционеры все переписаны, нельзя меняться. А здесь открытое, где постоянно кто-то один сменяет другого. Может быть, этот человек, вот про которого вы спрашиваете, привык находиться всегда не в моногамных отношениях. Это тоже привычка. Отчасти это гороскоп. То есть, может быть, у него прям вот, ну, гороскоп такой, есть люди, которые, я по положению Венеры. Вот у меня, кстати, сейчас открыт такой гороскоп чужой. И по положению Венеры можно догадаться, человек моногамный или нет. Вот, скорее всего, перед нами такой герой. Он хороший, но ему всегда надо находиться в запутанных отношениях. Не в двойном союзе, ну, не с одной женщиной, а, допустим, с минимумом с двумя, хотя тут, знаете, где треугольник, там и четырехугольник, там это трайдеры всякие, и вот поэтому тут в целом неплохая история. Расставание со страстью, само расставание как-то карты должны описать. Как описывают? Вот расставание ваше, но с сохранением страсти. Здесь есть солнце, то есть это прям вот буквально пытаясь подобрать какой-то синоним, но что-то не могу. Страсть и страсть осталось. Люди расстались, несмотря на то, что их очень сильно, вас очень сильно продолжают друг к другу тянуть, и счастье какое-то вы друг в друге по-прежнему видите. немножко хлопотное расставание, немножко конкурентное такое, но без драмы. Нет здесь слёз, нет здесь какого-то ужасного конфликта, разрывающего душу и сердце. Знаете, мы странно встретились и странно разошлись, это называется. То есть такой весёлый, может быть, вы даже оба хохотали, когда друг другу говорили, давай разведёмся, или давай расстанемся. Тут скорее не про развод, официальные карты говорят, а про расставание, про конец просто любовной истории. И вот сейчас самый ответственный момент. Почему вы расстались? Тоже всё просто, никаких конфликтов, вы, может быть, видите ссору или обиду. Всегда так девочкам хочется немножко книжного в истории любви, немножко книжного, чтобы он, скажем, он ушёл, потому что не выдержал меня ревновать, или он ушёл, потому что я смертельно его обидела, но он ушёл с раненым сердцем, с любовью ко мне. Такие всё формулировки. Ну, конечно, нет, в смысле, вообще никогда нет. А в данном случае, вот что карты говорят, вы расстались из-за того, что кто-то разочаровался семейными планами, вашими, или вообще в целом, ну просто, знаете, человек, мужчина увидел, что вы не просто так с ним встречаетесь, а имеете долгосрочные планы, то есть вы хотите с ним общий дом, общий бюджет и семью. дико разочаровался, резко всплеснул руками, воскликнул, как оперный герой, воскликнул, ах, вот опять, и всё. В создание новой семьи в план этого человека не входит, поэтому, если вот он занят, ну по картам выходит, что он занят, если даже неофициально, то всё равно кто-то есть ещё. Это может быть либо убеждённый холостяк, который всегда целый набор связей имеет, либо это убеждённый честный муж, который точно также имеет набор связей. Ну, не ищет он новую семью, не ищет он новую жену, и хотел любви, опять наступил на те же грабли, опять вынуждают жениться, вот и в общем так вот и пошли. Что вам советуют карты сейчас? Вообще в начале отношений советы актуальны, много там можно полезного увидеть, как себя вести, чего делать и чего не говорить. После того, как вы расстались, советы, ну это тоже нонсенс, понимаете, это какая-то такая история чисто гипотетическая, я гипотетического я всё очень не люблю, вообще не люблю сослагательные наклонения. и тем не менее, совет, карты вас торопят поскорее всё разрушить, вот представляете, поскорее всё разрушить, не надо вяло текущего расставания, пусть оно не будет таким же вяло текущим и скучным, как ваша любовь, сделайте напоследок, ну знаете, финальную сцену какую-то очень эффектную, прям сцену, то есть развоеваться вам карта рекомендует, разрушить, чтобы ничего не ждать и не пытаться вернуться. Вот если вы эту башню, которую вы, конечно, она вся, вся, вся построена была из ваших иллюзий, самобманов, из ваших комплексов, из плохой демографической ситуации в стране и так далее, вот когда вы ее разрушите сами, а ей много не надо, ее прям чуть-чуть толкни, она рассыплется, то вам некуда будет вернуться, а значит не о чем будет сожалеть. Знаете как, ну правда, если башня разрушена, вы же не будете оглядываться на руины, пойдете дальше. Вот такой вот совет. Ну, опять же, я повторюсь, это тема гаданий, почему вы расстались, потому что кто-то не хотел семьи, кто-то разочарован в самой идее семьи, но кто-то, я думаю, что это мужчина, хотя в редких случаях карты эти описывают вас, может быть, вы принципиально не хотите больше никогда замуж, я таких женщин тоже встречаю, кстати, не так уж редко, но это нормальная история, по крайней мере, каких-то сильных перекосов, сильных, здесь нет вещей, которые могут иметь последствия, разрушительные, вот я же не говорю такое, что это расставание подточило вашу судьбу или вашу самооценку на долгий год, а я тут даже разбитого сердца не вижу, расстались потому, что чей-то грандиозный план пошел в разрез с чужим, с другим, с грандиозным планом другого, но это нормально, можно жить на той и до нас, чтобы пробовать варианты и забывать их, когда не сложились, спасибо.